Сайт мы уже проверили и убедились, что он корректно отображается на разных экранах. Вручную самостоятельно вы можете проверить в разных браузерах, также пооткрывать. Там тоже есть инструменты разработчика, примерно так же они устроены, как и в Google Chrome. И посмотреть также в других браузерах на разных экранах, как это будет выглядеть. И если вы достигли нужного вам результата, возможно что-то еще придется покорректировать вручную, то после этого мы можем оценить наш HTML код для начала и посмотреть как он у нас здесь написан. Друзья, спасибо за вашу поддержку в виде лайков, комментариев, подписки на мой канал. Также переходите в Telegram и там вы можете узнавать все раньше остальных. В закрепленном сообщении вы можете узнать всю подробную информацию. Обязательно ознакомьтесь. Ну а я же желаю вам приятного просмотра и давайте приступим. В принципе мы можем увидеть, что у нас везде соблюдается иерархия, то есть везде все отдельно табами, вложенные теги отделяются. И это везде прослеживается на нашем документе. Также если вы посмотрите здесь справа на миникарту в HTML документе, то вы видите, что сразу заметно, что вот такие вот элементы, где повторные какие-то фрагменты используются, выглядят одинаково красиво. То есть у нас нет нигде какой-то каши, например, вот так вот элементы у нас не стоят. Вы бы сразу это заметили вот здесь на миникарте также, что выполнено что-то некорректно. И везде у нас на сайте это все поддерживается. То есть HTML код мы писали максимально корректно, качественно и здесь никаких претензий к нему нет. В CSS тоже у нас в целом все хорошо. Мы написали 560 строк кода, это немало для начинающих, поэтому можете также быть с собой довольны. И здесь в принципе что можно было бы изменить. Например, как я уже и повторял, некоторые элементы можно было вынести отдельно. Например, акцентный цвет можно было вынести в класс. Так как мы это делали для вот этого текста, например. И постоянно где используется такой стиль, просто добавлять его в HTML. А также наши медиазапросы можно было бы просто вынести все в самый низ. То есть мы здесь сначала пишем весь код для стилей. А в самом низу указываем медиазапросы. И смотрите как это сильно сократит количество кода. Сейчас мы возьмем все эти медиазапросы. Их также будем вставлять в той последовательности, в которой нужно. Это у нас самый первый. Поэтому вставим его вот здесь. Здесь оставим несколько пустых строк. Внимательно проверяем, где у нас есть медиазапросы. Далее у нас идут вот здесь медиазапросы. Пустых строк также не оставляем. Вот здесь у нас неиспользуемый тег. Также его убираем. Вы можете сделать дубликат этого файла перед тем, как начали его изменять. Чтобы при случае чего откатиться к его изначальной версии. Теперь берем следующий медиазапрос. Вот здесь также удаляем все эти пустые разделы. Они подсвечиваются синим цветом, как вы видите. Здесь на миникарте. Переносим. Также здесь если внимательно присмотреться, то эти медиазапросы в принципе видно. Они имеют вот такой вот розовый цвет в данной теме. И здесь сразу же бросаются в глаза. Поэтому мы можем их очень быстро вот так вот находить. И это очень удобный инструмент. Со временем вы к нему привыкнете. Может поначалу показаться, что здесь ничего не видно и смысла в нем нет. Но им, во-первых, очень удобно вот так вот скролить. А во-вторых, на нем видно основные структурные моменты. И вы можете быстро к ним перейти. Таким образом я вот очень быстро могу найти все эти медиазапросы. Как видите, мы их немало написали. И вот сейчас вроде бы все. Давайте перейдем на самый верх. Нажмем Ctrl-F. Медиа. И посмотрим, где у нас медиазапросы. Вот они начинаются в самом низу у нас. И как раз таки мы их все сверху перенесли. Зачем мы это сделали? Мы могли сразу же писать код таким образом, что мы сначала разрабатываем версию для ПК. Полностью завершаем ее разработку. И после этого наступает момент разработки мобильной версии. Например, для планшета. Мы создаем вот такой вот один медиазапрос. И весь код пишем здесь. То есть мы не создаем отдельно медиазапросы одинаковые. А просто пишем весь код вот здесь. Таким вот образом. То есть сразу же удаляем все лишние строки. 768 перемещаем вот сюда. Удаляем это. А 1280 пишем в одном блоке на 1280. Это может быть так же удобно. И вы можете использовать любой стиль, который вам больше нравится. Просто при таком стиле вы сразу же видите мобильную версию. И что в ней было изменено. Версию для планшетов и так далее. А так как мы делали это изначально. Мы делали последовательно просто сверху вниз по разделам. Сейчас я просто все это перенесу. Вы же можете этого не делать. Но я просто хочу вам кое-что продемонстрировать. Продемонстрировать. И вот посмотрите сколько у нас лишних фрагментов кода одинаковых, которые мы писали каждый раз для каждого раздела. Мы их просто все удаляем. Удаляем большое количество лишних символов. У нас код сократился примерно на 60 символов. И самое главное, что каждый символ у нас естественно увеличивает размер файла. Мы конечно изначально не сравнивали. Но вы можете самостоятельно провести этот эксперимент. То есть когда мы сделали первый наш файл. И после того как мы его сейчас сжимаем. Что с ним происходит. И вот у нас в итоге остается медиазапрос самый маленький. Чуть выше идет медиазапрос 768 пикселей. Еще выше медиазапрос на планшеты 1280. Это все так же можно вот здесь комментировать. Улучшать свой CSS код. А уже в самом верху, выше всех медиазапросов идет обычный код. Который будет работать на всех экранах. На самых больших. И так же если мы его не переопределяем в медиазапросах. То он будет так же применяться и здесь. Ну а то что мы хотим вручную изменить. Мы в медиазапросе меняем. Так же мы можем установить плагин для минификации CSS кода. Давайте попробуем вот этот минифай. Посмотрим здесь описание. Минифицирую JS, CSS, HTML. Нажимаем install. И устанавливаем. Я им так же еще не пользовался. Сейчас буду пользоваться первый раз. И заодно продемонстрирую его вам. Минификация это такой процесс, когда мы код превращаем в одну строку. То есть за нас это делает конечно программа. Но зачем это нужно? Все эти пробелы, перенос на новую строку в виде Enter, табуляции занимают место в файле. И у файла из-за этого имеется большой вес. Но тем не менее это может показаться мелочью. Сейчас вы видите, что файл весит у нас 10 килобайт. Но давайте посмотрим, что будет после того, как мы его минифицируем с помощью этого плагина. Мы его сейчас установили. И попробуем им воспользоваться. Давайте попробуем нажать F1. Минифай. И выбираем вот здесь вот минифай. Мы видим, что у нас создался здесь рядом файл style.min.css. Это минифицированный файл. Имеет вот такое вот название обычно. И здесь также писалось количество сжатия. Если мы сейчас откроем, мы видим вот такую вот кашу. В ней уже невозможно работать. Но этот код нужен уже на финальном сайте. То есть он оптимизированный. Вы, конечно же, сохраняете и изначальную версию. В ней можно будет легко что-то изменить. И работать, конечно же, удобно и нужно именно в этой версии. А минифицированная версия просто мало весит. И она нужна уже на финальном сайте. Здесь, во-первых, трудно что-то понять. А во-вторых, ваш код также будет труднее читать, если кто-то захочет его просто у вас скопировать, например, через инструменты разработчика. Также вы видите, что он у нас на 2 килобайта меньше весит. Это вроде бы тоже мелочи, но если у вас, например, огромный проект, вместо 1 мегабайта этот файл может весить, например, 500 килобайт. И там уже разница в 2 раза очень сильно ощущается. И у людей, у которых интернет не очень быстрый или из каких-то мобильных устройств, будет этот сайт грузиться в разы быстрее. Вместо того, чтобы грузить 1 мегабайт CSS стилей, он будет грузить половину меньше. Поэтому это также важный процесс. Я вам его сейчас быстренько показал. Это можно делать с помощью редактора. Вручную мы, конечно, немного здесь также поработали, удалили какие-то лишние вещи. А уже минификация произошла с помощью вот этого плагина, который мы сейчас скачали в редактор. И одной кнопкой он все это сделал за нас. Все это сжал в одну строку, убрал пробелы, убрал энтеры везде. И также убрал еще и двоеточие, которые нам были необязательны в конце. Но на этом можно сказать все, что я хотел сказать вам по поводу кода HTML и CSS. Теперь вы уже знаете очень многое, что вам поможет брать свои первые заказы, зарабатывать, возможно, на этом деньги. Потому что здесь вы действительно получили уже немало знаний. И какие-то вот такие простые проекты подобные этому можете самостоятельно делать. Главное не лениться, практиковаться и всегда что-то новое пытаться узнать, изучать дополнительно и развивать свои знания. Ну а теперь вкратце поговорим о том, нужны ли вообще верстальщики. Потому что, скорее всего, вы очень часто видели где-то ролики с кликбейтными названиями, что верстальщики больше не нужны. И такие ролики постоянно все снимают. Или же где-то читали в какой-то статье, что верстальщики больше не востребованы. И все в этом духе. Но сейчас я хочу вас порадовать и сказать, что верстка очень даже востребована. И будет востребована еще долгое время. И не стоит отчаиваться и верить каким-то новостям или статьям. И думать, что вы сейчас изучали абсолютно бесполезные вещи. Они никому не нужны и вы не сможете их никак применить. Верстка это, тем не менее, достаточно сложный процесс. И его еще невозможно оптимизировать на очень качественном уровне. Чтобы, например, автоматически искусственный интеллект делал сам верстку по макету. Или что-то в этом роде. Поэтому верстальщики будут нужны еще долгое время. И сейчас я вам это докажу на наглядном примере. Здесь в фигме может показаться, что весь этот макет можно перенести с помощью какой-то программы искусственного интеллекта в HTML и CSS код. Вроде бы не слишком сложно. Есть какие-то разделы, столбцы и так далее. Но давайте посмотрим на практике, как это происходит. У нас здесь есть раздел плагины. Когда мы переходим в комьюнити в фигме, у нас есть плагины. И мы можем установить какой-то плагин. Например, найдем по поиску Figma to HTML. То есть плагин, который будет из макета фигмы делать HTML код. И мы, в принципе, просто по поиску можем что-то найти сами по подобному запросу. Вот мы видим Figma to HTML. Он у меня установлен. Также вот здесь я перейду в плагины сейчас. И вижу все плагины, которые у меня установлены. Вам они, конечно же, все могут быть не нужны. Суть сейчас в том, что вот этот плагин Figma to HTML уже установлен. И давайте посмотрим, как с ним работать и что он вообще может сделать из макета самостоятельно автоматически. Перейдем на его страницу. Здесь можно почитать подробно это описание. Что он умеет делать. Вроде бы много всего. Но давайте вернемся к нашему макету. И нажмем правой кнопкой Plugins Figma to HTML. Здесь написано Select Frame Group или что-то еще. Давайте выберем фрейм. То есть нам нужно выбрать весь наш макет. Он у нас находится в вот этом фрейме. То есть у нас выделяется сейчас все. И мы нажимаем еще раз Plugins Figma to HTML. Вызываем данный плагин. Ждем, пока что-то появится. У нас появляется какой-то код. Здесь его можно просмотреть. И можно нажать скачать код. Давайте нажмем рабочий стол zip архив. Сохраняем. Закрываем. И сворачиваем здесь все, что у нас есть лишнее. Вот у нас архив с кодом, который сейчас за одну секунду превратился из макета Figma автоматически. То есть все, что мы писали на протяжении этих уроков, вот такое количество кода. Здесь также у нас в HTML все эти картинки, которые мы экспортировали. И у нас это заняло немало времени. Все это было создано сейчас за несколько секунд одним плагином автоматически. И вы можете расстроиться и отчаяться, что больше эта работа не востребована и никому не нужна. Но давайте же посмотрим и разберемся в чем же здесь дело. Мы видим здесь какие-то картинки. Одна и та же картинка уже большое количество раз просто скопирована. Все остальное я здесь не вижу. Возможно оно как-то по-другому будет работать. В CSS также один файл и один HTML файл. Похоже на наш код. Давайте создадим какую-то папку и переместим вот эти три файла сюда. Теперь в редакторе кода мы просто создадим новое окно. Нажмем Open Folder. Я выбираю рабочий стол. И данный каталог я выберу. Давайте посмотрим на код, который у нас сделал данный плагин. Вот здесь какое-то количество кода. Но для начала давайте попробуем открыть и проверить как это все выглядит. Вот что он у нас насоздавал. Во-первых, это даже не выглядит так как должно. Но здесь вроде бы есть какие-то даже фрагменты. То есть мы видим три столбца. Вот этот раздел довольно неплохо выглядит. Здесь тоже что-то более-менее похожее. Здесь вообще ничего нет. Этот раздел вроде бы тоже имеет какие-то контуры. Вот этот раздел вполне себе неплохой. Можно было бы подумать, что легче его даже вот отсюда взять готовый код и переделать. Тут также у нас три столбца раздел. Что-то похожее здесь. И вроде бы вполне себе даже и неплохо для автоматической работы. Правда здесь нет иконок, картинок. И я уверен, что еще много чего выявится, если внимательно посмотреть. А про адаптивную версию я уже вообще ничего не говорю. Как вы видите, здесь абсолютно ничего нет. То есть весь сайт просто добавляет горизонтальную полосу прокрутки. И то не везде это работает. Мы сейчас даже не можем пролистать вправо и посмотреть, что же там. И конечно же никакой адаптивной версии здесь вообще и нет. Но давайте посмотрим на код. Мы видим вот такой код. Если нажмем Alt-Shift-F, он у нас может даже превратиться в более-менее нормальный структурированный код. Код, который имеет какую-то иерархию. И вот мы здесь все это видим. Но посмотрите внимательно на все эти названия классов. Конечно же в реальной жизни все это крайне неудобно. И переделывать это будет намного труднее, чем сделать с нуля. Вы можете поверить и действительно попробовать как-нибудь для интереса взять и переделать вот такой, например, макет, который создан автоматически. Привести его к нормальному виду и сделать его таким, какой мы сделали его в результате вручную. Поверьте, это очень сложно. И все вот эти названия переименовывать либо вручную, либо даже с помощью поиска и замены. Это будет очень сложно и неоправданно. Везде придется изменять вот эти иконки. Здесь вроде бы подключены шрифты, но они абсолютно не рабочие. По крайней мере наши иконки точно не работают. Освальд, возможно, подключился нормально и Open Sans. И как вы видите, HTML код, конечно, здесь оставляет желать лучшего. По сравнению с тем, что было у нас, этот код абсолютно никуда не годится. Но теперь перейдем в CSS и самое интересное начинается здесь. Если вы захотите повторно использовать эти фрагменты CSS кода, вы больше времени потратите, чем сделать это все вручную. Давайте посмотрим для начала, сколько здесь кода всего получается у нас. На самом деле еще не так много, 1900 строк кода, но тем не менее это почти в 4 раза больше, чем мы написали сами. И все эти названия классов, естественно, которые невозможно читать и воспринимать, к какому элементу они относятся. И весь этот код, который дублируется одинаково, посмотрите, здесь очень много похожего кода, одного и того же, который просто меняет одно свойство, вместо того, чтобы сделать это оптимизированно. И вот такое вот огромное количество кода просто в непонятном каком-то виде здесь у нас генерирует этот плагин. Конечно, это с одной стороны тоже неплохой результат для автоматического создания кода по картинке из фигмы, но тем не менее для реальной жизни это абсолютно не годится. И можно быть спокойным еще несколько лет точно, что работа верстальщика будет востребована, и этот код все равно нужно писать вручную. Он должен нормально выглядеть, должен быть нормальный HTML с разметкой, с какими-то обдуманными названиями классов, которые у нас будут также в CSS здесь. И сам код у нас оптимизированный. Во-первых, его и меньше по количеству, что немаловажно. И также он понятен, в принципе, идет сверху вниз. Здесь названия имеются какие-то логические, и мы сразу же знаем, к каким элементам относятся какие стили, просто даже из CSS, несмотря на HTML-код. Здесь же, конечно, ни о чем таком речи и быть не может, и ее и нет. Половина всего, что должно работать здесь, вообще не работает. Никакой адаптивной версии, естественно, нет. Если бы здесь плагин делал еще адаптивную версию, то весь этот код превратился бы не в 2000 строк, а в 10 тысяч строк или даже больше. Если вы когда-то в жизни пользовались, например, конструкторами сайтов, или даже нет, я вам сейчас скажу, что там код получается еще хуже, чем вот здесь сделан нам плагин. Там может быть 20 тысяч CSS кода, и также с HTML там исчисляется количество строк в тысячах, может доходить до 10, до 20 тысяч, и по сути этот код, 20 тысяч строк кода, делают то же самое, что и наши 170 строк в HTML-кода, и, например, в CSS вместо того, чтобы писать 20 тысяч строк, вручную, грамотно, когда мы это делаем самостоятельно, мы напишем, например, всего 500 строк кода, у нас будет все корректно работать, и при этом будет также еще и работать адаптивно на всех устройствах, на каких мы только захотим и в любых браузерах. Поэтому выводы можете, в принципе, сделать сами. Но я думаю, вы поняли посыл демонстрации данного плагина, как он делает код автоматически, и чем это все вообще плохо. Поэтому верстальщики нужны, будут еще нужны долгое время. Вручную код, написанный все равно, всегда будет лучше, логичнее и понятнее для дальнейшей разработки, для дальнейшего масштабирования проекта. Поэтому можно смело заниматься, изучать эту тему дальше и зарабатывать на ней деньги. Но со временем, когда вы захотите расширяться, развиваться, расти, зарабатывать больше, вы все равно будете переходить на более крутые технологии, изучать языки программирования, становиться фронтенд-разработчиком постепенно, изучите JavaScript, базы данных и многое другое для того, чтобы повысить свой уровень доходов. Ну, а первые шаги можно сделать из верстки сайтов на HTML и CSS. Лишним никогда не будет. В любом случае, будучи даже фронтенд-разработчиком, вам будет необходимо работать и с чужим кодом, и самому писать разметку на HTML и часто даже оформлять ее на CSS. Даже не обязательно, если вы будете верстать все разделы. Понимать это в любом случае будет нужно. Мы полностью создали верстку сайта с нуля на HTML и CSS. Также сейчас я вам продемонстрировал, почему программы не могут это делать сами из макетов, и почему этот код действительно плохой, некачественный. И вы можете не переживать на первых этапах, что вы будете не нужны, не востребованы. Ваша специальность очень проста и может быть легко заменена автоматизированными какими-то системами. Это не так. Поэтому берите все в свои руки, не ленитесь, развивайтесь, изучайте новое, прокачивайте свои навыки в верстке, постепенно изучайте что-то новое, и вы обязательно достигнете всех поставленных целей. Ну, а я же буду стараться помогать вам в этом. Постоянно буду выпускать новые видеокурсы и по верстке, и по другим каким-то темам, по фреймворкам, библиотекам, языкам программирования. Поэтому обязательно следите за информацией на моих каналах. Вся подробная информация всегда доступна для вас в описании к каждому видео. Надеюсь, этот курс вам понравился, может быть даже был мотивационным в каких-то своих проявлениях. Ну, а мне будет очень приятно знать, что этот курс был для вас полезен, понятен и очень помог вам в изучении этих языков. И теперь вы можете верстать различные сайты по макетам из фигмы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно переходите к следующему уроку, как только он появится. Также не забывайте про мои социальные сети. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok